Всем привет, с вами Евген. Сегодня мы разберем, наверное, самую популярную или одну из самых популярных песен группы Annenmark & Trite, которая называется Покахонтас. Итак, поехали. An der halterstelle stehen und es tut weh, dich schon wieder so wieder zu sehen. Стоять на остановке и это больно, вновь вот так с тобой видеться. Und es tut weh, dass wir gleich wieder gehen. И больно, что мы затем сразу расходимся. Und es tut weh, dass man sich nur sieht, weil bei mir so viel Zeug von dir rumliegt. И больно, что мы видимся только потому, что у меня так много валяется твоих шмоток. Dass ich nicht mehr ertrage. Ich halte dich nicht fest und lass dich nicht los. Этого мне больше не вынести. Я не могу тебя удержать и не могу тебя отпустить. Du gibst mir den Rest. Die Tasche ist groß. Ты отдаешь мне то, что не забрала, если буквально, или ты меня убиваешь, если в переносном смысле. Die Tasche ist groß. Сумка большая. Очень, я бы сказал, насыщенный здесь текст, поэтому давайте теперь разберемся поподробнее с первым куплетом. Вторая строчка. Und es tut weh, dich schon wieder so wieder zu sehen. Дословно, и это причиняет боль. Тебя уже снова так, снова видеть, wieder zu sehen. Здесь интересное выражение weh tun. Das weh – это боль. А вот это выражение weh tun – это причинять боль. Они используют для того, чтобы показать, что у них что-то болит. Например, mein Kopf tut mir weh – это у меня болит голова. А дословно, моя голова tut – причиняет mir – мне, дательный падеж от слова ich, ja. И weh – боль. Поехали дальше. Und es tut weh, dass wir gleich wieder gehen. Und es tut weh, dass man sich nur sieht, weil bei mir so viel Zeug von dir rum liegt. Здесь очень хотелось бы объяснить местоимение man, которое очень часто в песнях встречается. Да и не только в песнях, вообще в принципе в немецких текстах. Дело в том, что man – это вот такое неопределенно личное местоимение, и в русском нету прямого его аналога. И под man может подразумеваться, в общем-то, все что угодно в зависимости от контекста. Дальше идет тоже очень интересная строчка. Вот это в Альбании so viel Zeug von dir rum liegt. Zeug – это дословно «штука». Это слово может использоваться как разговорный вариант для слова «вещи» – so viel Zeug. Так много шмоток. Еще слово Zeug может использоваться как часть более сложных составных слов. Например, flug Zeug – дословно «летающая штука». Это самолет. Spiel Zeug – spielen – это «играть», то есть «штука, с которой играют» – это «игрушка». Ну и так далее. В общем, есть достаточно много примеров со словом Zeug. Поехали дальше. Здесь слово еще rum liegen. Если liegen – это просто «лежать», то rum liegen – это как бы «лежать то тут, то там». В общем, «валяться». Поехали дальше. Предложение «Ish halt dich nicht fest» – дословно «я держу тебя некрепко». И «Ish las dich nicht los» – дословно «я не отпускаю тебя». Здесь глаголы «fest halten» – крепко держать, и «los lassen» – отпускать. Дальше. Почему мы перевели «ты меня убиваешь», «du gibst mir den rest». Дословно «du gibst» – ты даешь, «mir» – мне, «den rest» – это «остаток». «Ты даешь мне остаток». Но это выражение используется, вот есть такое «jemand ihm den rest geben» – это «добить кого-то», «довести кого-то» или «убить». Ну, собственно, это все. Вот такой насыщенный у нас здесь первый куплет. Теперь перейдем к припеву. «Es tut mir leid, Pocahontas. Ich hoffe, du weißt das». «Es tut mir leid, Pocahontas. Ich hoffe, du weißt das». «Мне жаль, Pocahontas. Я надеюсь, ты это знаешь» – повторяется два раза. Давайте разберем. Здесь встречается похожая конструкция на ту, которую мы уже видели. У нас была конструкция «es tut mir weh» – это причиняет мне боль. А здесь «es tut mir leid» – дословно «это причиняет мне страдания». «Es tut mir leid, es tut mir so leid». «Мне так жаль, например, если мы накосячили, потом подходим к человеку». «Es tut mir wirklich so leid, dass ich es gemacht habe». «Мне действительно так жаль, что я это сделал». Поехали, второй куплет. «Und eigentlich sind wir viel zu lang zusammen, um jetzt damit aufzuhören». «И на самом деле мы, ну очень, слишком долго вместе, чтобы сейчас рвать отношения». «Aber das ist ein verdammt beschissener grunt». Но это крайне дурацкая причина. «Und mir ist nicht egal, wie gut du mich kennst». «И мне не все равно, как хорошо ты меня знаешь». «Und mir ist nicht egal, wie du mich nennst». «И мне не все равно, как ты меня называешь». «Und mir ist nicht egal, wo du gerade pensst». «И мне не все равно, где ты сейчас ночуешь». Такой вот второй куплет, давайте его тоже разберем. Здесь во второй строчке дословно «Чтобы сейчас с этим damit aufzuhören». «Закончить». «Далее». «Aber das ist ein verdammt beschissener grunt». «Verdammt проклятый» усиливает что-то негативное. А «beschissen» от слова «scheiße», которое можете посмотреть в словаре. Здесь больше, в общем-то, ничего интересного нет. Но затем давайте еще раз прочитаем припев и чем песня у нас заканчивается. «Es tut mir leid, Pocahontas. Ich hoffe, du weißt das». «Mnie жаль, Pocahontas. Надеюсь, ты это знаешь». Повторяется два раза. И затем «Tut mir so leid, Pocahontas». «Mnie tak жаль, Pocahontas». Затем несколько раз повторяет это имя. «Und es tut mir so leid. И мне tak жаль». Затем «Ich halte dich nicht fest. Und lass dich nicht los. Ich halte dich nicht fest». «Я не могу тебя удержать. И не могу тебя отпустить. Я не могу тебя удержать». Вот мы и перевели с вами эту песню. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Если вам понравилось это видео, было интересно, то ставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, чтобы увидеть еще новые переводы песен. Если у вас есть какая-то любимая немецкая музыка, какая-то любимая немецкая группа, которая вам очень нравится, то, пожалуйста, расскажите мне о ней в комментариях, потому что я все время в поиске какой-нибудь новой, интересной, классной немецкой музыки. И если очень хотите, чтобы я перевел какую-нибудь песню, то тоже пишите мне об этом в комментариях. Все комментарии читаю. И всю музыку, которую вы мне рекомендуете, я слушаю. И, конечно, я не могу перевести все, но что-то, что мне особенно нравится, я, конечно же, буду переводить и выкладывать на канале. На этом я с вами прощаюсь. Изучайте немецкий с хорошей музыкой. Всем пока! Tschüss! Auf Wiedersehen! Всем пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok